Божечки мои, третья серия наконец-то вышла. Ну, те, кто есть в группе ВКонтакте, в курсе, что были дела. Для остальных же говорю, были дела. А теперь немного о том, что ждет нас в этом эпизоде прохождения Фактории. Надо отметить тот факт, что эта серия будет короткой. Это не из-за того, что мало контента сняли. Это потому, что у нас, по сути, тут одна стройка. Так что же тут тогда интересного, спросите вы. Дело в том, что из-за отсутствия Саладина, я решил призвать со всех уголков галактики лучших инженеров мне на помощь. Список участников вы сейчас видите на своих экранах. Каждый инженер получил свою индивидуальную задачу. Кто-то будет заниматься нефтью, кто-то исследованиями, кто-то защитой. И вот в этом крутотушечка Фактории и заключается. Стоит отметить Вестрена. Этот человек имеет стальные яйца. Чуть позже вы поймете, о чем я. А сейчас давайте приступать. Мы не зря тут все собрались. Вестрен решил полностью переделать систему подачи материалов. И, внимание, полностью переделать исследовательский корпус, над которым так долго пыхтел Саладин. Теперь вы понимаете фишку про яйца, да? Дело в том, что Саладин не смог поучаствовать в записи этой серии, поэтому для него будет большим сюрпризом, когда он вернется и обнаружит, что от его центра не осталось и кирпичика. Такие дела. Вестрен уже вовсю разбирает мои труды, ведь его система эффективнее. Чуть позже вы увидите эффект. Наша глобальная задача на этот эпизод выйти в добычу и переработку нефти. Этим заниматься будут другие ребятки. В данный момент они ждут, пока мы изучим добычу. Ну а я буду потихоньку заниматься обороной и смотреть, как ребятки поопытнее строят фабрику моей мечты. Пока пацанчики занимаются большими стройками, нужно начинать строить стенушку от жуков-засранцев. Они довольно сильно обозлились на нас из-за выходки в прошлой серии, так что мы, по сути, находимся в состоянии войны. Когда стена будет уже прилично выглядеть и дойдет до стадии завершения, думаю, не лишним будет запилить автоматическую подачу патронов к турелям, которые мы расставим по всему периметру. В общем и целом, друзья, в этой серии экшена будет маловато. В основном строительное телодвижение, и то не от меня. Но законспектировать все это дело необходимо. Все, блоки стены кончились. Теперь мне особо заняться нечем, разве что понаблюдать за тем, что делают ребята. Вестерн и Никитекс занимаются новым плавильным цехом для материалов. Дримс, в свою очередь, прямо сейчас отбивает западные владения от жуков. Они решили напасть на наши угольные шахты. Ну а я пока тыкаю турельки, чтобы обезопасить направление исследовательского центра. Ведь это сердце развития нашей базы. Тут все должно быть безопасно. Я знаю, что вы подумали. Воткнул одну турельку и смотался, типа обезопасил. На самом деле, у меня около сорока турели уже подготовлены и ждут в сундучке своего звездного часа. Это просто пока все их не прокормить и нужно подождать, пока вестерн закончит создание литейки. Чтобы у нас не было проблем с ресурсами, а потом уж и производство создавать. Я сейчас уже не вспомню, кто именно занимается энергией, но даже этими вопросами есть кому заняться. В смысле, что у нас все аспекты менеджмента фабрики распределены и утверждены. Так что я могу не переживать. Ну а вам, друзья, я рекомендую отписаться в комментариях, продолжать ли мне приглашать людей для стройки и игры в Факторию. Или же оставить старый вариант, когда мы с Аладдином прям как микроотряд неудержимых пыхтим и пилим все потихонечку. Но зато более подробно. Ведь снять, как все что-то делают, не представляется возможным. Карта-то большая. Пришло время показать нашим нефтяным магнатам, Дримсу и Никитексу, где будут располагаться нефтяные мощности, склады, переработка и все остальное из этого вытекающее. Ну и сразу после этого, Вестеренд закончил цех переплавки металлов. И теперь вы можете заценить, как все это дело выглядит. Смотрится, конечно, круто. Главное, чтобы профита было с размерно затраченному времени. И как я вижу, кажется и правда, достаток ресурсов вполне крут. Когда нефть была изучена, парни, что ей заведуют, приступили к работе. Я решил посетить их и запилить немного света. Вестеренд все это время сносил исследовательский центр Саладдина, дабы изменить его конфигурацию. Так, чтобы он больше ресурсов жрал и, соответственно, быстрее все изучалось. Как я понял, с его слов у нас будет аж целых 12 лабораторий. Прикиньте, сколько нужно ресурсов, чтобы их прокормить. На севере нашей базы я решил опять же, по совету парней, прикрутить радары, чтобы мы видели приближающихся жуков заранее. Ведь их набеги становятся все опаснее. Сожрут все нахер и будет ГГ. Тем временем у нас наделалось достаточно стен, чтобы я мог обезопасить добычу нефти. Из-за приличного количества свободного времени я решил построить что-то креативное. Карусель, карусель, начинали красот. Ладно, шутки в сторону. Как видите, у нас серьезно увеличилось производство электроэнергии. Спасибо парням, знатно заморочились. Хотя, конечно, глядя на то, что творит Вестерн, дар речи иногда от меня уходит. Стоило только чуток расслабиться, как жуки-мудаки совершили рейд на нашу систему подачи воды в бойлере. За что, собственно, они потом будут наказаны. На общем собрании мы, посовещавшись, решили, пора надрать им жопу. По крайней мере, тому логову, что приперлось жрать трубы у электростанции. Но перед этим я помогу Вестерну и сделаю лабораторий по его маркерам. Пришло время вам, сука, заплатить за сожранные трубы. Продолжение следует... Мы с Д-4С успешно угандошили, разворотили, уничтожили, разломали, расстреляли, запидорили и, конечно же, задублонили самое ближайшее логово ползучих засранцев. Кстати, Д-4С, да, я знаю, ник произносится так себе. В общем, он создал группу быстрого реагирования «Красный отряд жопораздирателей», к которому, я уверен, обратиться еще предстоит. Но пока исследовательский центр, который пока кушает только красные и зеленые элементы, готов, чему я рад, и Вестерн, думаю, тоже. Спасибо ему за труды. Нефть ребята тоже запустили, уже вовсю копят твердое топливо на случай дефицита угля. В принципе, основные задачи выполнены. Теперь можно выдохнуть, конечно, работы еще много, ведь нужно сделать серый компонент, нужно запилить поставки патрончиков для турелей по периметру базы, ну и, конечно, нужно уже начинать выходить высокие технологии, чтобы, наконец, выучить ядерную финтифлюшечку, которую нужно будет засунуть прямо в задницу большим жукам. Я пока даже не знаю, как это выглядит, даже не смотрел обзоры и демонстрации спецом, чтобы увидеть это впервые в моей игре. Так, кто тут у нас? Совершив очередное совещание с группой быстрого реагирования и подкрепившись свежепойманными рыбками, мы пришли к выводу, что лучшая защита – это нападение, поэтому красный отряд жопораздирателей и я во главе отправляемся на агрессивные переговоры с жуками-мудаками. Субтитры создавал DimaTorzok Объяснив ближайшему логову с западной стороны, что лучше держаться от нас подальше, я думаю, можно и закончить эту небольшую, но очень эффективную серию прохождения «Фактории» версии 0.15. Конечно же, огромное спасибо парням, что мне помогали. Вестеран улетит отдельное, спасибо за реализацию исследовательского центра и, конечно, на будущее я рекомендую ему прикупить бронежилет, ибо Саладин оценит по достоинству его труды. Ну, это шутка, если что. В общем, спасибо за просмотр, думаю, дальше будет еще интереснее и даже, может быть, подольше. Особо далеко не уходите, скоро услышимся в продолжении. По кусечке! Саладин оценит Саладин оценит